Лес под особым контролем. С начала 2022 года в России вступил в силу запрет на вывоз за пределы страны кругляка хвойных и ценных лиственных пород. Соответствующее поручение глава государства Владимир Путин дал по итогам своего участия на очередном съезде партии парламентского большинства. Цель нового закона – решить вопрос с нелегальной и хищнической вырубкой леса. Подробности в следующем сюжете. Нужно наконец поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Много раз уже об этом говорим. Много раз. Но для этого следует еще активнее использовать современные цифровые технологии полностью согласно со сделанными здесь предложениями. Запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Федерации правилам. В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Вот сегодня же звучало. Значит, сделки на один объем, а вырубка на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции и ее вывоза за пределы Российской Федерации. Это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса. И при том сделать более удобной саму работу добросовестных компаний и предприятий. Решение жесткое, но своевременное. Согласно данным Россельхоза, в 2019 году в нашей стране было заготовлено 219 миллионов кубометров леса. Из них на экспорт пошло почти 16 миллионов кубометров кругляка. Однако те, кто хочет вывезти необработанный лес, делают это в том числе и нелегально. Ежегодно в России выявляют тысячи фактов незаконной рубки. А вред оценивается в миллиарды рублей. Поэтому нововведение подводит юридическую базу к решению сразу нескольких застарелых проблем в этой сфере. Это, во-первых, увеличение средств от реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. Не грубо обработанная древесина, а именно продукции переработки. Второе. Планируется уменьшение объема нелегальных рубок. Соответственно, увеличение объема легальных рубок, увеличение средств, которые поступят в бюджеты различных уровней. Ну и третье. Ожидается уменьшение стоимости сырья. Именно круглых лесоматериалов, то есть необработанной, грубо обработанной древесины на внутреннем рынке. Еще один не менее важный нюанс. Запрет на вывоз необработанной древесины из России поможет более интенсивно загрузить лесоперерабатывающие предприятия страны. И послужит толчком к развитию этой отрасли в целом. Запрет на вывоз должен стимулировать производство по переработке. По переработке и производству продукции с высокой добавленной стоимостью в нашей стране. А это невозможно либо без модернизации, либо без создания новых перерабатывающих мощностей. Соответственно, это потребует кадрового и научного обеспечения. Прикладных научно-исследовательских работ, инженерного обеспечения, высококвалифицированных рабочих. И здесь можно говорить о том, что данное мероприятие является триггером, который, может быть, уже давно ждали, который должен способствовать коренному технологическому обновлению всей лесной отрасли. Эксперты считают, что новый закон несет свой вклад в экономику страны и развитие лесопромышленного комплекса, а также создаст новые рабочие места, что особенно важно для нашей лесной республики. Стоит также отметить, что доля экспорта морейского леса незначительна, так как почти вся наша древесина перерабатывается внутри региона.